1 июля в Омске открывается российско-китайский бизнес-инкубатор. Вот, собственно говоря, об этом значимом, знакомом событии мы сегодня поговорим. На форуме молодых лидеров стран ШОС, который мы проводили совместно с Российским Союзом Молодежи, и было принято решение о реализации данного проекта именно на территории Омской области. Надо сказать, что такие проекты реализуются всего в четырех регионах Российской Федерации, поэтому нам, конечно, очень ответственно за этот проект, потому что мы один из четырех городов России, где этот проект будет реализован. В прошлом году, в сентябре, мы провели форум молодых лидеров ШОС на базе Омского государственного университета, классического имени Достоевского, совместно с правительством Омской области. Нас дважды участвовал в наших мероприятиях губернатор Омской области. И вот этот высокий уровень нам позволил предложить области работать в одном ключе с областью, потому что, когда правительство занимается развитием своего региона так интенсивно, эффективно, работает на привлечение иностранных инвестиций, в том числе с Востока в данном случае, то мы, конечно, имеем большой карт-бланш в плане создания качественного контента, создания качественного содержания для того, чтобы сделать реально очень интересную программу. В данном случае международную и образовательную, и бизнес-программу. Это достаточно такой серьезный масштабный проект, потому что он направлен на поиски каких-то инновационных идей именно в сфере молодежного предпринимательства. И наша задача здесь уже оказать содействие в продвижении коммерциализации именно на рынках России и Китая, в частности, вот на рынке Омской области. Мы, конечно, заинтересованы в резидентах, которые будут принимать участие. Отбор резидентов — это 15 человек всего. Он уже прошел экспертную комиссию именно в Омском регионе. Сейчас проходит отбор уже в Москве экспертной комиссии, именно непосредственно в Москве. И в ближайшее время мы уже узнаем, кто эти счастливые 15 человек, которые станут уже резидентами российско-китайского бизнес-инкубатора. Для нас это будет важное мероприятие. Почему? Потому что оно будет выгодно и интересно всем. Прежде всего, участникам и со стороны Китайской Народной Республики, и со стороны наших студентов российских. Я хочу сказать, что отклика было больше. И ранее регистрировались именно на нашу площадку, чем на площадке даже других городов. По количеству заявок мы опережали. Дело в том, что у нас старейшая языковая кафедра, кафедра восточных языков. И для наших преподавателей и студентов будет опыт живого общения с представителями китайского студенчества. Программа будет очень насыщенной в плане и лекций, в плане семинарских занятий, мастер-классов. Здесь, как я уже говорила, какой-то нестационарный на всю жизнь бизнес-инкубатор. А вот в течение со 2 по 20 июля у нас будет такой кратковременный проект «Бизнес-инкубатор». Мы используем площадку не какую-то стационарную, это будут разные площадки. Это будут использованы площадки педагогического университета. При необходимости будут использованы площадки правительства Омской области. Если нам необходимо как-то выйти на связь, то мы в партнерстве с вами будем использовать эту студию. Эксперты будут федерального уровня. И это будут именно вебинары. То есть это будет прямая связь с Москвой, с регионами, где будут эти эксперты. Поэтому будут использованы всевозможные площадки для обучения. В прошлом году стал участником федеральной программы «Ты предприниматель». У нас был такой замечательный проект, в принципе глобальный, и мы до сих пор им занимаемся, и будем в ближайшее будущее им заниматься. И надеемся, что это будет такой большой бренд Омской области, но не только Омской области, потому что мы уже сейчас выходим на регионы. И вот благодаря как раз замечательному русско-китайскому бизнес-инкубатору будем продвигаться на международный уровень. Вся образовательная программа будет очень насыщенной от приобретения и дать необходимые какие-то стартовые такие навыки предпринимательской деятельности. Если уже предприниматели с готовыми проектами, это получение каких-то дополнительных профессиональных компетенций именно там в бизнесе, в котором они работают. Что касается самой организации обучения, то оно делится на три части. Первая часть — это теория, которая будет проходить где-то в течение 5-6 дней вебинарами из Москвы. Мы обеспечиваем предпринимателей федерального уровня. После этого в течение 5-6 дней будут организованы практические занятия. Как региональная часть в них будет участвовать, я имею в виду университеты и эксперты регионального уровня. Третья часть — это проведение стажировок на предприятиях. Оно будет проходить и в Омской области, и в Циндао, когда уже будет обратный зеркальный проект. То есть для наших резидентов мы сделаем некий показ, некую краткую стажировку на предприятиях, как же устроен тот или иной бизнес, то или иное предприятие. И четвертая часть — финал проекта. Это защита тех бизнес-проектов, которые будут созданы совместно российскими и китайскими молодыми людьми. Они будут презентованы. Мы сейчас прорабатываем площадку. Могу лишь только как маленький анонс сказать, что мы сейчас прорабатываем площадку деловой среды Сбербанка, так чтобы сделать это на федеральном уровне, сразу же такую очную и заочную защиту, чтобы и федеральные эксперты могли увидеть, какие работы презентуют наши резиденты, наши выпускники. Ну и безусловно, по итогу выйдет материалы данных проектов, для того, чтобы мы их могли разослать уже в письменном виде. То есть это и бизнес, планы, и презентации, чтобы дальше мы могли продвигать наших ребят, которые будут участвовать, для налаживания конкретных деловых связей.